Эфир телеканала ПС продолжает программа в центре внимания. Впереди очередной отопительный сезон. Теплоэнергетическое хозяйство Архангельска достаточно сложное и специфичное, но именно от надежной работы ТЭЦ, локальных котельных теплосетей, зависит во многом прохождение отопительного сезона. Готовность столицы региона к зиме мы обсудим с гостем нашей программы, директором департамента городского хозяйства мэрии Архангельска Владимиром Плюсниным. Владимир Николаевич, здравствуйте. Сегодня завершились последние отключения для ремонта теплотрасс от Архангельской ТЭЦ. Как оценивается готовность большой энергетики к зиме и когда в этом году пройдут гидравлические испытания? Готовность большой энергетики в этом году оценивается достаточно высоко. Мы сегодня смело перешли за цифру готовности 60% по всем объектам. Это и тепловые сети, это и станция Архангельская ТЭЦ, это и локальная котельная. По гидравлическим испытаниям, которые сейчас у нас предстоят. Гидравлические испытания по графикам начинаются 22 августа и заканчиваются 27 августа. После окончания гидравлических испытаний 28 августа начинается прогрев тепловых сетей. То есть с утра 28 августа горячей воды еще не будет. Мы с энергетиками в этом году решили изменить график гидравлических испытаний и энергетики пошли к нам на встречу. Для того, чтобы гарантированно к выходным дням, это 28, 29, 30 и 31 августа, подготовка к хорошему праздничному дню 1 сентября у горожан прошла спокойно. Мы обращаем внимание управляющих компаний на то, чтобы своевременно открыли и подали тепло в жилые дома. Вообще, помимо ТЭЦ, теплоснабжение Архангельска обеспечивает 49 локальных котельных. Как ситуация с их подготовкой? В этом году подготовкой локальных котельных занимается Архоблэнерго и 7 ведомственных организаций. По Архоблэнерго ситуация очень в этом году хорошая. Сегодня есть разработанный график текущего, график капитального ремонта котельных. Многое уже сделано. При инспекторских проверках видно готовность котельных. Есть подрядчики, которые работают, которые меняют оборудование. Работа идет. По котельным сегодня мы даем цифру готовность 48%, но очень много котельных на конечной стадии ремонтов. То есть цифра с каждой неделей повышается. По ведомственным котельным. Ведомственные котельные у нас отчитываются на штабе, который проходит два раза в месяц в мэрии города. Ведомственные котельные активно готовятся к предстоящему отопительному сезону. И дела у них тоже идут неплохо. А вот проблемные ведомственные котельные Архоблэнергогаз в поселке Силикатчиков, бывшая котельная РЭП флота в Затоне и ЛДК-4 в Сокогорке. Когда они начнут подачу горячей воды? Надо понимать, что проблемными мы их называем сегодня только потому, что они не подают горячее водоснабжение населению. По графикам отводятся две недели на ремонты сначала с окончания отопительного сезона. Эти сроки они уже все исчерпали и просто не подают горячее водоснабжение в те районы, где они находятся. Ситуация связана с тем, что имеются долги по этим котельным. Например, по Архоблэнерго котельной долг за поставленную тепловую энерго составляет 8,3 миллиона рублей. Соответственно, должник Архоблэнерго, потому что тепловую энергию покупает он у нее. Естественно, с такими долгами нет возможности закупить топливо и производить отпуск горячего водоснабжения. Но котельная Архоблэнерго подготовлена к зиме, несмотря на такие финансовые трудности. Значит, по этим котельным мэрия города в начале лета, сразу после истечения всех сроков, которые положены на непредоставление горячей воды, мы подали иски в суд, чтобы в правовом поле решить вопрос по подаче горячей воды. К сожалению, иски были поданы в июне месяце, 15-30 июня, по этим котельным до сих пор не состоялось ни одного судебного заседания. Суды, наверное, очень перегружены и судебное заседание относится. Судебное ближайшее судебное заседание по Архоблэнерго, по Архоблгазу состоится 28 августа. Соответственно, за одно заседание такие вопросы не решают. И, соответственно, к началу отопительного сезона котельная в любом случае будет запущена и ГВС будет подана. К сожалению, тот единственный рычаг в юридическом поле, который мы имеем, мы использовать не смогли за лето. Не по нашей вине, естественно. Будем надеяться, что все решится. Владимир Николаевич, а созданы ли необходимые запасы топлива и ведется ли их завоз на островные и отдаленные территории? Значит, сегодня у нас три вида топлива используемых на котельных. Это мазут, уголь и щепа. Значит, по общему количеству завезенного топлива, который находится в городе, запасы топлива составляют порядка 40%. Значит, лучше дело обстоит с углем. Это 50% завезенного топлива. Значит, топливо на острова мы завозим конец августа, начало сентября. Уголь в городе есть, его начинают уже отгружать на баржи и перевозить на остров Бревенник. Вот сейчас первая у нас партия идет у Архоба Энерго. И по мазуту все договора заключены. Нормативные запасы топлива на начало отопительного периода они сделаны. Мазут в больших количествах в городе не хранится, и поэтому работают с 40-дневным запасом. То есть с топливом все достаточно хорошо. Значительная часть жилфонда Архангельска – это деревянные дома с печным отоплением. Как обстоят дела с поставкой дров населению? Поставка дров населению происходит… Сегодня у нас по городу осуществляет 5 организаций, 3 организации и 2 частных предпринимателя. Эти организации и частные предприниматели получили тариф в агенции по тарифам и ценам, по которым закупается печное топливо. Значит, телефоны этих организаций печатаются в квитках, которые получают жители. И если кто-то еще не обратил на это внимание, можете обратить и заказать печное топливо по нормативу с тем тарифом, который установлен агенцией по тарифам и ценам. Объем рассчитан на отопление жилой площади на весь отопительный период. Что касается подготовки благоустроенного жилфонда, как организована эта работа, сколько домов уже готово к зиме и в чем заключаются обязанности управляющих компаний или ТСЖ по подготовке дома к зиме? Из 4 тысяч жилых домов, по которым мы ведем контроль за подготовкой к зиме, на сегодня готовность составляет 65%. Это достаточно высокий результат. Значит, по подготовке благоустроенного жилого фонда управляющие компании основное внимание обращают на подготовку тепловых узлов. Сегодня более 70% тепловых узлов уже предъявлено. Значит, готовность этих тепловых узлов полностью готова или готова с некритичными замечаниями, это 25%. Процесс этот движется, его тоже мы каждую неделю отслеживаем на штабе. То есть вопрос здесь готов. Также управляющей компанией необходимо обращать внимание на закрытие дверей. Пружины должны появиться у нас как в домах благоустроенных, так и в неблагоустроенных на входных дверях. Также слуховые окна, окна в коридорах, утепление коммуникаций, водопровод, канализация, чтобы ничего не перемезало. Процесс движется. Часто поднимается вопрос о задолженности управляющих компанией и жильцов за поставленные услуги. Речь прежде всего идет о тепле. Какие меры принимаются городскими властями для того, чтобы эти долги не копились? Действительно, вот та задолженность, которая не позволяет ведомцам, котельным подавать горячее водоснабжение населению, в основном складывается из-за долгов населения. Долги населения – это, естественно, не платежи населения по тем или иным причинам. Это первая составляющая. А вторая составляющая – это те управляющие компании, которые не перешли еще на прямые расчеты. Большинство из нас, это 85% горожан, получают в своих квитках расчетный счет ТГК-2. Это у нас гарантирующий поставщик, единая теплооснабжающая организация. И, минуя счета управляющих компаний, наши деньги с вами уходят в единую теплооснабжающую организацию. Она, соответственно, рассчитывается уже с ведомственными котельными. Но есть управляющие компании, которые не перешли на прямые расчеты, и их долги достаточно существенны. Есть такая компания, как «Семь дней долги», которые на сегодняшний день за этот отопительный период, 2013-2014 года, составили 60 миллионов рублей. Понимаем, без денег очень сложно не только свой личный бюджет ввести, но и тем более бюджет теплооснабжающей организации. Мэрия города работает в этом направлении. У нас создана комиссия, на которой мы рассматриваем вопросы перехода на прямые расчеты, встречаемся с управляющими компаниями для того, чтобы реализовать это направление. Как-то разрешаются эти вопросы? Вопросы в основном решаются. Есть трудности именно с последними управляющими компаниями. Там две управляющих компании. Одну я уже назвал. Вторая компания – это Торн-1. Там вопрос сдвинулся с мертвой точки. Соглашено тройственное соглашение. И эта компания уже начала работать с ТГК-2 по расчетам. Там место сдвинулось. По управляющей компании семь дней вопрос достаточно серьезный стоит. Но люди без тепла не останутся? Люди без тепла в зимнее время не останутся. Сегодня те дома, которые обслуживает ТГК, которые обслуживает управляющая компания семь дней, они, часть домов отключены от горячего водоснабжения. Это за те долги, которые управляющая компания не смогла оплатить на счет ТГК-2. Говорят, что качество работы городского хозяйства измеряется числом зим, пройденных без аварий. Тем не менее, нужно быть готовым ко всему. И предусмотрены ли в горбюджете средства на проведение в случае необходимости экстренных аварийных работ? Мы, наверное, не будем браться оценивать нашу работу. Все-таки самое важное – это качественная коммунальная услуга в виде тепла, которая существует в квартирах нашей всех жителей города Архангельска. Поэтому Департамент городского хозяйства и мэрия в целом ставят задачу именно таким образом. Не мерить зимы авариями, а мерить хорошим, качественным предоставлением коммунальной услуги. Для этого в мэрии города есть и предусмотрено в бюджете средства для ликвидации аварийных ситуаций. Сегодня они составляют 17,5 миллионов рублей. Это достаточная сумма, которая позволяет нам в случае аварийных ситуаций не только на тепловых сетях, а оперативно принимать меры для их ликвидации. Надеемся, что предстоящая зима пройдет без аварий и все будет хорошо. У нас слово «авария» вообще не предусматривается в лексиконе. Спасибо большое, Владимир Николаевич. Пожалуйста. Это была программа «В центре внимания». О подготовке к новому отопительному сезону мы беседовали с директором Департамента городского хозяйства мэрии Архангельска Владимиром Плюсниным. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин